Жителям этого дома по улице Огородней повезло больше других. Их старенькая двухэтажка попала в программу капремонта одной из первых. Две недели назад поменяли кровлю. Экскурсию по обновленной крыше проводит Александр Харькин. Это его компания занималась ремонтом. Говорит, вывезли тонны хлам, установили новые стропилы и обрешетку. Цена вопроса 700 тысяч рублей. Крыша не ремонтировалась в момент его постройки. Постройки он там 50-х годов. То есть у них были жалобы, кровля течет. А сейчас им благодаря этой программе кровля выполнена. Ну, жильцы довольны. У нас гарантия на эти кровли 5 лет. Ну, простоит она, конечно, гораздо больше. Попасть в число счастливчиков хотели бы 60% россиян. Это данные статистики. Как правило, граждане хотят, чтобы в их домах поменяли трубы горячего водоснабжения, батареи и отремонтировали подъезды. Ведь зима не за горами. Запросы саратовцев немного другие. Электрику всю нужно поменять в доме, потому что дом старый, уже нужно поменять деньги. Вы же представляете, в коридорах что там творится? Там столько проводов, их миллион просто, никто ничего не знает. Ну, сейчас они предлагают, например, в нашем доме уже электросистему поменять. Ну, опять надо прибавить, надо прибавить. Это что значит, надо прибавить? У всех есть возможность платить за это. Мне особенно интересно, когда на мои деньги будут ремонтировать старые дома, а то у меня вот что дойдет, не дойдет. Охватить такой объем, уверяют руководители фонда капитального ремонта, просто невозможно. В этом году отремонтировали только 20 многоквартирных домов. Список счастливчиков на следующий год пока не утвердили. Разумеется, не реальность одновременно обеспечить даже не 60%, не 20% ремонта, потому что это огромный рекомендационный процесс и требующий огромных затрат. Поэтому и предусмотрена долгосрочная программа капремонта на 30 лет, чтобы планово, с размерной возможностью отремонтировать постепенно дома. По данным чиновников от Министерства строительства, в этом году в России должны были отремонтировать 30 тысяч домов. За 9 месяцев успели сделать только 5. Проект охватил 60 тысяч человек. Слово, это всего лишь 1% от общего количества россиян, живущих в многоквартирных домах. Роман Гальперин, Александр Кравченко, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.